Ни для кого не секрет, что люди уже давно обсуждают возможность колонизации Марса, но получится ли у нас это сделать? Ведь все не так просто, как кажется. И это подтверждает сам Илон Маск. Правда ли, что ученые обнаружили существование инопланетной жизни на Марсе? Куда ведет таинственный проход, он уже не в скалах? И как ученые научились вырабатывать кислород? С вами канал Фактумс и в этом выпуске вы узнаете о новом открытии на Марсе, которая может все изменить. Невероятный прогноз от Илона Маска, а также другие удивительные подробности о Красной планете. Погнали! Прогноз от Илона Маска Илон Маск известен всему миру как человек, который периодически подбрасывает какую-нибудь супер новость. Вот и сейчас он заявил, что люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет. Высадку человека на Марсе возможно осуществить к 2028 году, а к 2033 такой сценарий еще вероятнее. Несколько лет назад американский миллиардер представил свой амбициозный план по колонизации Марса. Причем не где-нибудь там, а на Конгрессе Международной Астронавтической Федерации. Маск заявил, что на Красной планете будет создан город-миллионник. Но между Землей и Марсом будут курсировать космические электрички. Предложенная им транспортная система состоит из ракеты, корабля и заправочного танкера. Первые годы система сможет перевозить на Марс за один рейс 100 человек, потом до 150 и 200 человек. Правда тогда он считал, что первый рейс может состояться уже в 2022. Компания Маска SpaceX разрабатывает ракету-носитель Старшип, которая состоит из сверхтяжелой ракеты-носителя первой ступени и второй ступени Старшип. Вторая ступень функционирует как автономный космический корабль для доставки экипажа или груза на орбиту. Тут главная особенность возможность уводить на орбиту 100 тонн груза. Прототип корабля лишь один раз проходил испытания за пределами земной атмосферы. Если коротко, то на четвертой минуте корабль взорвался. SpaceX заявили, что причиной взрыва стала проблема с двигателями, которая возникла в воздухе. По их словам, у корабля вышли строе несколько двигателей. Произошла потеря высоты и он начал вращаться, после чего была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю. Проблема доставки на поверхность Марса миллионного города требует не только богатой фантазии, но и ответов на конкретные технические вопросы. Впрочем, практически все ученые сходятся во мнении. Не техника, а именно человек, самое уязвимое звено полета на Марс. Преодоление радиационных поясов остается главной из нерешенных проблем полета в дальний космос. Даже на этапе Луны радиационная нагрузка у космонавтов будет выже, чем на орбите Земли. Однако здесь человек имеет дело уже с галактическим излучением. Частицы, обладающие очень высокой энергией, могут нанести тяжелый биологический вред. Более того, сталкиваясь с конструкциями космической станции, они формируют еще и вторичное излучение. Starship. Несколько дней назад, а именно 27 июля, стало известно, что корабль компании SpaceX Starship может заменить МКС. В качестве космической станции НАСА уже заключило договор. Теперь все ждут, когда у МКС закончится срок эксплуатации. В будущем космический корабль SpaceX будет перевозить огромные грузы и большое количество астронавтов в космос. Однако SpaceX рассматривает возможность другого использования космического корабля. Он может превратиться из вида транспорта в собственную космическую станцию НАСА на низкой околоземной орбите. Международная космическая станция с 2030 года вероятно перестанет существовать. МКС подлежит списанию. На окололунной орбите должна быть построена новая космическая станция при международной поддержке Lunar Gateway. Тем временем на околоземной орбите несколько частных компаний планируют разместить собственные космические станции. SpaceX рассматривает возможность превращения корабля Starship в космическую станцию. На космическом корабле будет достаточно места. Зона герметичности космического корабля имеет диаметр 9 метров, что больше, чем у реактивного самолета Boeing 747. НАСА не совсем устраивали предыдущие проекты космического корабля Starship в качестве космической станции. Отчасти потому, что для других космических кораблей был предусмотрен только один док. А как считаете вы, хорошая эта идея или же нет? Напишите в комментариях. Я думаю, да. Загадочный тоннель Несколько месяцев назад марсоход Curiosity обнаружил дверной проем на Марсе. Ход тоннелей выглядит поищно не необычно, он вовсе не является творением инопланетян. Ученые объяснили, что взбудораживающее воображение фотография, запечатлена природный элемент ландшафта. А согласны ли вы с учеными? Жизнь на Марсе Первые исследования жизни на Марсе начались задолго до современных технологий и аппаратов. В 1976 году НАСА запустило две миссии Viking, в рамках которых осуществлялись посадки на поверхность Марса с целью поиска признаков жизни. Результаты этих миссий были неоднозначимы и спорными, поэтому исследование жизни на Марсе продолжалось. Современные миссии включают более сложные экспериментальные технологии и робототехнику. Например, в 2012 году НАСА запустило марсоход Curiosity, который исследовал марсианскую почву и камни с помощью сверхточного оборудования. Curiosity нашел многочисленные доказательства того, что в прошлом на Марсе могла существовать жизнь, но они неоднозначны и требуют дальнейшего анализа. Также в планах на будущее есть миссии с посадкой на поверхность Марса и взятием образцов грунта. Для более детального изучения на Земле предполагается, что эти образцы могут содержать следы биологической активности. Международные исследовательские группы также планируют миссии, которые будут проводить более подробные исследования марсианской атмосферы и грунта, искать признаки бактерий и других форм жизни, а также анализировать подземные глубины Марса для поиска жизни. Укрытые от вредных условий поверхности планеты пока что однозначных доказательств существования жизни на Марсе по-прежнему нет. Медведь Всем известно, что на Марсе нет медведей, но зато есть кое-что получше. Есть поверхностные образования, очень похожие на медведя. Орбитальный аппарат НАСА сделал снимок необычного геологического образования на Марсе в виде медвежьей морды. Структура образования содержит необычный холм, напоминающий нос хищника. Два небольших круглых кратера глаза и круговую трещину, которая формирует овал лица. Ученые пояснили, что структура, которую можно принять за нос, вероятно является жерлом вулкана или грязевого источника. Сам круговой разлом, по их мнению, мог появиться в результате отложения осадка над ударным кратером. Снимок был сделан камерой Hi-Rise на борту исследовательского аппарата Марс с высотой около 250 метров. Кислород Как мы уже сказали, люди уже давно обсуждают возможность колонизации Марса. Одна из ключевых проблем в этом направлении – кислород. Команда европейских и американских физиков создала плазменную установку, которая дает возможность получать кислород из молекул углекислого газа, который в частности присутствует в атмосфере Марса. Если по-научному, то ученые предположили, что столкновение электронов высоких энергий с молекулами СО2 будет приводить к разложению этого вещества или же к выделению тепла. Эту энергию можно также использовать для расщепления углекислого газа. Если по-простому, то при столкновении электронов, которые имеют высокую энергию с молекулами углекислого газа, происходит разложение этого вещества или выделение тепла. Более простыми словами, эти электроны могут вызывать изменения в молекулах углекислого газа, приводя его к разложению или возможному выделению тепла. Кратко говоря, это означает, что выделенная энергия может быть использована для разделения молекул углекислого газа на составляющие его части – углерод и кислород, ученым удалось экспериментально подтвердить эти гипотезы. Более того, они смогли подобрать необходимые параметры работы системы, благодаря чему кислород практически не соединялся с угарным газом и не образовывал новые молекулы углекислого газа. Купола из аэрогеля Температура на Марсе в среднем равняется минус 60 градусов по Цельсию, что не есть хорошо. На Марсе атмосфера в 150 разрежение нашей. К счастью, это решаемо. Нужно приблизить климатические условия к земному климату. Подобный процесс, к слову, даже имеет отдельное название – терраформирование. Марс для этого нужно каким-то образом резко нагреть. Как вы понимаете, это тоже очень непросто. Методов и теорий на этот счет много. Один из последних вариантов, предложенный в 2019 году, гласит, что прозрачный купол из экзотического гелевого материала, толщина которого всего пару сантиметров, сможет сильно согреть поверхность Марса при скудном местном освещении, что тот будет способен поддерживать растительную жизнь без дополнительного подогрева. В общем, это то же самое, как накрыть парамерзшую землю хитроустроенной клеенкой. Эту штуку уже испытывали на Марсе с похожей сутью, а именно в американских морозоходах, чтобы те не переохладились ночью, как температура падает до минус 70-80 градусов по Цельсию. После многочисленных опытов выяснилось, что при таких условиях спокойно растут томаты, воды для них тоже много тратить не придется. Из-под купола испаряться ей будет некуда, то есть даже небольшое ее количество будет постоянно потребляться растениями по кругу. Чтобы подтвердить эти предположения, ученые планируют перенести опыты в Антарктиду, а именно в сухие дарины, которые по климату и безводности предельно близки к Марсу. Решение Илона Маска Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск, о котором мы уже достаточно поговорили в этом видео, предложил взорвать на Марсе ядерные бомбы для колонизации планеты. Маск предложил повысить температуру в атмосфере Марса путем ядерной бомбардировки полюсов. Некоторые люди в шутку назвали Маска суперзлодеем, но похвалили его за оптимизм по освоению Марса. Если же серьезно, то по словам некоторых ученых, это не сработает. Вернее сработает, но не так сильно, как ожидает миллионер. Как мы говорили, на Марсе атмосфера в 150 разряжение нашей. В случае бомбардировки она станет в 60 раз разряжение нашей. Но этого по-прежнему будет недостаточно. Несмотря на заявления ученых, Илон Маск продолжает отстаивать свою позицию. Но кто же из них прав? Напишите в комментариях. А также если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.